В свой рабочий день в Палехском районе губернатор Павел Коньков начал с посещения местной ЦРБ. Учреждение обслуживает почти 10 тысяч человек. У кабинета УЗИ пациенты ждут своей очереди. Недавно больница взяла в аренду современный УЗИ-комплекс для проведения скрининговых исследований сосудов головы и шеи. Раньше такой возможности не было. 11 человек с критическим стенозом уже отправили в областную больницу. Стремимся к тому, чтобы снизить смертность и снизить заболеваемость, именно сосудистую заболеваемость. Потому что у нас смертность от сосудистого заболевания на первом месте стоит в регионе. Вот для этого это сделано. В прошлом году в Палехе закрылась муниципальная аптека, которая отпускала наркотические и сильнодействующие лекарственные средства. За медикаментами пациенты вынуждены ездить в Шую. Но совсем скоро после процедуры лицензирования на базе больницы будет открыта собственная аптека. Для Ивановской области это первый подобный опыт. Что касается кадров, проблемы, как и во многих муниципалитетах, с узкими специалистами. Лор и невролог, например, не местные. Приезжают один-два раза в неделю. Чем Палехское ЦРБ отличается от многих лечебных учреждений? Ну это и муниципалитет. Здесь выделяются деньги на квартиры врачам. И вот двух специалистов они благодаря этому привлекли. И они здесь работают. Хотя проблема, конечно, остается нерешенной. То есть, к примеру, нет у них сегодня эндокринолога. От медицины традиционной к душевной терапии. Губернатор посетил Государственный музей Палехского искусства. Экспозиционно-выставочный центр в новом здании открылся два года назад. Главу региона познакомили сразу с двумя выставками. Я не могу сказать, что резкое увеличение происходит. Все равно здесь в основном приезжают не только Палех смотреть, вот именно как место. А люди, знающие, которые уже когда-то изучали Палехское искусство. По сути, это друзья Палеха, которые приедут сюда в любом случае, несмотря на то, как он будет выглядеть. Тем не менее, губернатор подчеркнул, для развития туризма инфраструктура Палеха не менее важна, чем его культурная составляющая. А для этого региону и местной власти предстоит решить ряд серьезных задач. Сегодня на федеральном уровне рассматривается принятие новой программы по развитию внутреннего туризма. От Ивановской области участвуют в ней намерены Кинишма, Гавпосад и Палех. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Палехский район.